Дорогие друзья, тяжелее и тяжелее укладываться в 5 минут. Ну давайте. Итак, 39-й день Нецах Исода, основы. 39-й день счета Амеры это вечность связи. Насколько прочно наша связь с Творцом мира. Тор дает нам возможность проявить ее в любых ситуациях. Про заповеди что сказано, которые дали нам Тори. Что Всевышний заповедовал нам в большом количестве. И самые разнообразные из них, они дают возможность создания связи с Всевышним. То есть не ему нужны эти заповеди, а нам. На всех твоих путях познавай его. То есть возможности даны. Проблема в чем? В нас. От нас зависит насколько прочна будет эта связь. Какой настрой у нас, когда мы что-то соблюдаем, если вообще соблюдаем. Прочность проверяется нашим восприятием дементрально противоположных ситуаций. Каких именно? Написано за все должны благословлять Всевышнего. Как за хорошее, так и за плохое. Очень сложная задача, но так сказано в Талмуде. Другой полигон для проработки этого качества, это отношение, какое окружающие к тебе. Как характеристика такого хасида, это что? Одинаковое отношение как к критике, так и к похвале. Когда связь со Всевышним прочная, оценка окружающих теряет эмоциональную какую-то значимость. Ничего, что если ты с Богом все время, если ты в духовность идешь, кто-то про тебя не так сказал. Ну, учиться можно у каждого, чтобы он о тебе не думал. Наша глава поднимает вопрос награды и наказания. Сказанное, если будешь поступать так, будет так, если будет поступать плохо, будет соответственно. Написаны интересные слова. «И твое Божье милосердие, ибо ты платишь каждому согласно делам его». Вопрос. Никто не задумывался. Это известные слова. Ведь многие удивляются. А в чем милосердие? Если Бог выплачивает каждому именно то, что он заработает, каждому ты выплачиваешь то, каждому согласно делам его. Сложилась давно притча, которая рассказывает, помогающая это понять. Один юноша нанялся к ремесленнику. На пять лет условился, что хозяин будет кормить, одевать. Также обучит его всем тонкостям ремесла. И последний год обучения, когда тот будет уже уметь все делать, ремесленник будет платить ему полрубля в неделю. Пришел день, когда ученик стал мастером, не хуже прочих, начал получать полрубля в неделю. Но вдруг он узнал, что другие мастера, помогающие хозяину, которые приходят к нему, получают 4 рубля в неделю. Он пришел к хозяину, говорит, слушай, ты меня обманываешь? Ведь сейчас я такой же специалист, как и все. Делаю все правильно. Почему я получаю полрубля? Хозяин ему отвечает, глупец, разве ты можешь себя сравнивать с ними? Я ведь не вкладывал в них ничего, не старался повысить их мастерство. Они не едят за моим столом, не одеваются в мое платье, не растут в моем доме, не пользуются моими инструментами. Все у них свое. А ты? Я тебя сделал мастером, ты до сих пор ешь мою еду, инструменты и все. Полрубля это честная плата. В точности то же самое получится, если человек задумается о том, как он выполняет заповеди. Возьмем любую заповедь. Тфелин мы одевать заповедь есть. Для того, чтобы одеть тфелин, нужна рука, которую дадут тфелин. Мысль о том, что этот день нужно делать, деньги для того, чтобы купить тфелин. Время для того, и масса всего. То есть все нам дает Бог. Наша задача только что намотать. Поэтому надо понимать одну очень важную вещь. Еще раз попытаемся сформулировать. Несмотря на то, что все нам дано сверху, Бог дает человеку награду, как будто он все это сделал сам. И поэтому написано, и твое милосердие, ибо ты платишь каждому согласным делам его. То есть мы получаем, чтобы мы все это сделали. Когда мы говорим о проклятии и благословении, надо разобраться, от чего отчитывать. Приближение к святости это благо или наоборот? Например, когда Всевышний проклял змея, знаменитый, прах будешь есть все дни жизни своей. Разве это проклятие вроде бы? Каждый рад бы питаться тем, что в изобилии можно найти вокруг. Не надо трудиться, не надо напрягаться. На самом деле написано, это проклятие больше не бывает. Всевышний дает тебе пропитание в изобилии на всю жизнь. И словно говорит, я с тобой разобрался, иди ешь, не попадайся больше мне на глаза. Но человек в жизни, если получит такую ситуацию, не всегда поймет, что это проклятие. Бог дал нам изначально миссию на земле, каждому, и энергию для исполнения этой миссии. Каждый имеет то, что выделено прямо для него лично, вот что ему нужно. Такое, деньги, здоровье, там жизнь и так далее. Сто процентов света входит в это. Человек получает такой стопроцентный свет. Он в этом содержится во всем, во всем, что мы получаем. А дальше началось, первый человек совершил грех. И как бы прикрыл какую-то часть получения света. И у нас уже не сто процентов света, а девяносто этой энергии. А оставшиеся десять процентов, которые не попали в свет, они получают, что темное место привлекает минус в жизнь твою, в жизнь мира. И возникают неприятности, возникают сложности, возникают беды. И от чего это? Вот от этого. Бог не посылает. Бог посылает свет. Так устроен мир, и мы не можем его поменять. Наказания от Бога не существует. Это мы сами себя наказываем. Сами себя высекаем, и вроде понятно все это, но кто из людей сохранил стопроцентную энергию, данную Богом? Написано, нет такого праведника, который жил и не согрешил. Так что наше дело только пытаться приблизиться. Поэтому сказал один мудрец. В мире нет существа, который бы изменял своей природе с большим постоянством, чем человек. Он создан для того, чтобы ходить на двух ногах, но с охотой опускается на колени. А если его не остановить, то и на четвереньки. Вот вся проблема человека. Творец дает людям заповеди, законы. И тем самым он как бы делает заявление, я забочусь о людях. Как человек живет, что он делает со своей жизнью. И очень важно помнить, что в следующем мире человек живет только используя заслуги этого мира. Подумаем об этом. Браховая от слуха.